В связи с резким похолоданием, третья четверть для школьников Уральска началась онлайн. О переводе занятий в дистанционный формат население оповестили сегодня в 6.30 утра. Когда столбики термометров снизятся и какая погода ожидает нас в январе, узнавали мои коллеги. В средней школе номер один обучаются 1300 детей. Третью четверть после зимних каникул здесь также, как и во всех городских школах, начали онлайн. Школьники первой смены с 1 по 9 классы получают знания по программе Белемленд. Участие детей хорошее, поскольку дети уже в системе онлайн. Они легко заходят в программу и легко в ней ориентируются, отвечают на все вопросы и выполняют все задания. В целом даже онлайн сейчас обучение идет плодотворно. Мы стараемся охватить всех учащихся. В целом для учеников и педагогов онлайн обучение не новость. За два года пандемии дети освоили все процедуры и онлайн форматы и сейчас активно готовят уроки и отвечают на все вопросы учителя. В этой школе 90% учащихся готовы к дистанционке. Школа может полностью обеспечить образовательный процесс планшетами, ноутбуками и компьютерами. Проблем с этим нет, говорит директор. Они полностью обеспечены. Заранее мы уже предупредили по прогнозу. Сейчас только 10-11 класс обучаются в школе, а остальные дети находятся в онлайн режиме. Надеемся, что это ненадолго, поэтому мы уже через неделю, возможно, перейдем на полностью обучение, как положено по расписанию. Школьники начального звена, которые учатся после обеда, также переведены на обучение из дома. По словам специалистов городского отдела образования, в этом году такое практикуется впервые. У нас минус 28 градусов, поэтому во всех школах первую смену, первые девятые классы были переведены на онлайн формат обучения. Около 25 тысяч учащихся на данный момент первую смену обучались в школах через онлайн, через портал Белемленд, Кунджелик или же портал Зум. На этот год это первый случай. Если минус 25 градусов, то у нас переходит на дистанционный формат обучения первой и четвертой классы. Минус 27 градусов, если то первой и девятой классы. И если минус 30 градусов, то уже первые и одиннадцатые классы переводятся на онлайн формат обучения. А синоптики сообщили, что всю эту неделю наша область будет находиться под влиянием холодного арктического антициклона. До четверга в городе не потеплеет. А завтра, по их данным, температура воздуха опустится до 35 градусов. В ближайшую неделю территория нашей области будет находиться под влиянием холодного арктического антициклона. Погода ожидается без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточные 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни ночью ожидается 30-35, на юге области 25 морозов. Днем 23-28 морозов. Начиная с 12 января ночью в Уральске ожидается 18-23 градусов, днем еще выше 10-15 ниже нуля. Самый холодный день, по данным метеоконтроля, был зафиксирован 24 января в 1969 году. Тогда столбики термометров опустились ниже 40 градусов. Алмагуль Джампересова, Алмаз Адиетов, Алтымбек Кабдилов, телеканал Акжаик.